Здравствуйте! Необходимость максимально сконцентрировать ресурсы организма, чтобы получить результат, может возникнуть у любого из вас в любое время. Более того. Для одних результатов важно знать, как прожить 1 час. Для других — как прожить один день, либо 24 часа. В третьих случаях вам понадобится информация, как прожить одну неделю. Или как прожить один месяц. Как прожить один год. Вот в этом видео вы узнаете простые исполнимые рецепты от диетолога Скачко. Как достичь результат. И сохранить самое главное. Во-первых, ваше здоровье. А во-вторых, более важно, вашу жизнь. Имеет значение ваше исходное состояние в пути к цели. И эту информацию вы узнаете из этого видео. Моя версия, как появилась Венера Милоская. Вернее, дошедшая до нас фигура Венеры Милоской. Очень просто. Она в ожидании получения результата. Хотелось ей достичь какой-то результат. В раздражении, что не включили интернет. Я еще не поставил это в свое видео. Она начала грызть ногти. А закончила на уровне плеч. Вот чтобы вы с досады не досадовали на то, что результаты получаются слишком тяжело. Либо слишком дорогой ценой по вашему здоровью. Не забудьте поставить это видео в закладки. Можете поместить в избранное. Если вы еще не подписчик моего канала, подпишитесь. Уверяю вас, много полезной информации. Вы узнаете и из этого видео, и из других видео на моем канале. А начну с самого простого рецепта. Как прожить один час. Для этого вам нужно знать несколько показателей вашего здоровья. А именно, частоту пульса и уровень артериального давления. Частота пульса должна быть не выше 80 ударов в минуту. А уровень артериального давления не выше, чем 130 на 80 миллиметров втутного столба. В этом случае вам поможет, пожалуй, самый простой рецепт. Достичь результат — это чашка кофе. Что вам даст кофе? Кофе усиливает работу мозга. Алкалоид кофеин обеспечивает активность мозга. А примерно 300 биологически активных веществ — правильное питание вашего мозга. И в краткосрочной перспективе на час вам этот способ поможет точно. Если у вас труд физический, не интеллектуальный. В чем вам поможет кофе? Активная работа мозга — это более координированные движения. Иными словами, и в этом случае этот способ вам хорошо поможет. Цена вопроса невелика. Даже если кофейное зерно стоит 1000 гривен килограмм, на чашку кофе уходит 5 грамм. То есть примерно 5 гривен. Переведите в другую валюту — вы поймете, что это смешная цена. А цену сахара, воды и нагрева воды для кофе — это копейки, которые можно даже не учитывать. Что вы получите больше от такого способа? Кофеин обладает полисенсорной активностью. Иными словами, кроме повышенной работоспособности вашего мозга, вы лучше будете видеть усилиться обоняние, осязание, тактильные ощущения. Иными словами, вы получите еще больше удовольствия в пути к тому результату, который вы хотите получить. Чем вам не рецепт? Чем вам не быстрый способ, как достичь результат за 1 час? Если вам такой способ подходит, напишите. Мне нравится пить кофе для выполнения работы. Это реальная помощь! Только в том случае, если артериальное давление. В тех цифрах, которые я сказал. Если артериальное давление выше, чем 130 на 80 миллиметров тупного столба, а частота пульса выше 80 ударов в минуту, вам кофе может навредить. Он будет эти показатели увеличивать. И в этом случае я бы советовал вам использовать другой способ, другое средство для достижения результата. Скорее всего, у вас слишком высокая эмоциональная активность. И кофеин вам будет мешать. Вам нужно немножко свой мозг притормозить. И поможет вам обычный коньяк. 50 грамм каждые полчаса. Коньяк снимает избыточную эмоциональную активность. И поможет вам дожить до результата. Если цифра артериального давления выше. Просто вы не будете рисковать теперь инфарктом, инсультом, обострением хронической сердечной недостаточности в пути к цели. Даже на коротком промежутке времени можно серьезно пострадать. Коньяк вам может помочь. Если у вас нет тонометра. Если вы не можете измерить артериальное давление. Вы в нем не уверены. Что вам делать? Есть третий рецепт. Который поможет вам достичь результат за один час. Это кофе с коньяком. Это контрастный душ для вашей вегетативной системы регуляции. Который будет искать оптимальное решение. В тот период времени. Когда вы будете идти к результату. Который вы хотите получить через один час. В этом случае, как говорится и волки, циты и овцы целы. Что делать, если для достижения результата нужно несколько больше времени? Иными словами, вы искали как прожить один день. Либо прожить 24 часа? Не вопрос. Те же средства вы можете использовать. Но! Нужно знать реальное состояние сердечно-сосудистой системы. И диагностику вы можете провести легко и просто. В домашних условиях. Прямо сейчас. Иными словами, если у вас теплые кисти и стопы. Это говорит о том, что резервы для вашей сердечно-сосудистой системы еще есть. И вы можете продолжать таким же способом. Помогать работать более интенсивно своему организму. Или более правильно своему организму. До получения результата. И до тех пор, пока сохраняются теплые кисти. И стопы. Это принципиально важно. Что делать, если вы хотели прожить 3-7 дней до получения результата? Здесь несколько сложнее. В этом случае чашка кофе и 30 грамм коньяка идут как аперитив перед едой. И самый простой прием пищи. Часто наблюдаю в офисах. Лежат в свободном доступе конфетки, печеньки. Иными словами, углеводы. Быстрые углеводы. Которые легко попадают в кровь. И помогают вашему мозгу работать более интенсивно. И действительно можно таким образом поддерживать свой организм в пределах недели. Без ощутимого ущерба для здоровья. Что делать, если у вас такой способ помощи или повышения работоспособности затянулся? У вас будут проблемы со здоровьем. И индикатор очень простой. Это состояние волос. Состояние ногтей. Состояние кожи. Состояние суставов. Иными словами, если у вас усилилось выпадение волос. В плохом состоянии ногти. Много денег уходит на косметолога. Хрустят. Либо возможно уже болят суставы. Вы работаете в тренажерном зале и не можете накачать мышцы. То это индикаторы того, что ваш организм недополучает кое-что для своей работы. Я не говорю о том, когда вы часто и длительно болеете. Либо долго восстанавливаетесь после каждого периода воспалительного заболевания. Это все индикаторы того, что ваш организм работает на непонятных ресурсах. И резервов нет. Поэтому и эти ситуации появляются. И что делать, если вы хотите прожить больше чем 7 дней? Прожить 2 недели. Прожить месяц. В этом случае вам нужно изменить. Аперитив у вас может остаться. А как еда у вас может появиться хотя бы бутерброд. Кусок хлеба с маслом. С рыбой. С птицей. С омлетом. Это более-менее правильное питание. Хоть какое-то питание. Для того, чтобы обеспечить работу вашего организма. Чтобы вы не попали в синдром молодого менеджера. Распространенный в Японии. Когда молодые японцы работают на генетике. Для получения результата. Не думая о правильном питании и обеспечении своего организма. В результате десятки тысяч японцев уходят по причине острой сердечной недостаточности в молодом возрасте. Либо у них возникают проблемы с нервной системой. Они попадают в депрессию. И часто заканчивают жизнь самоубийством. Эти моменты есть. Они понятны. По той простой причине. В пути к цели нужно использовать и другие средства. Особенно правильное питание для вашего организма. В этом случае больше шансов дожить до результата. И насладиться собственным результатом. Что делать, если у вас эти признаки есть? А также присутствует вздутие, живота, урчание. Отходят газы с запахом. Нерегулярный стул. То есть, иными словами, это признаки того, что ваша пищеварительная система работает неэффективно. А в кишечнике размножаются патогенные, либо условно патогенные бактерии. Не имеет значения. Важно, что вы их кормите в первую очередь. А сами питаетесь по остаточному принципу. И с этой ситуацией очень просто справиться. Есть простой анализ. Называется Копрограмма. По которому можно предположить, какие ферментные системы у вас работают менее интенсивно. И помочь им работать более правильно. В этом случае у вас появляется возможность узнать, как прожить не один месяц. А как прожить один год. Как прожить 10 лет. И более продолжительный срок. Просто вздутие живота и урчание. Если верить Мечникову, который об этом еще говорил в позапрошлом веке. Они уносят часть вашей жизни. И когда вы смотрите с сегодняшнего состояния в перспективу. То, если верить Мечнику, прожив два дня по биологическому возрасту. Вернее по паспортному возрасту. По степени износа вашего организма проживаете три дня. Прожив два года с обздутием в животах. По степени износа организма проживаете три года. Отсюда это не видно. Видно с другой стороны. Когда у человека уже практически отсутствует крепкое здоровье. Тут он понимает, сколько времени он потратил зря. И сколько здоровья он потерял. Изнорируя определенные особенности здорового образа жизни. О которых я постоянно говорю в своем видео. И не устаю напоминать. Есть способ, как прожить один день на ноль денег. В любой валюте. Ривен, рублей, долларов, евро. Я, как врач-диетолог, знаю несколько больше. Знаю способ, как прожить семь дней на ноль денег. Две недели на ноль денег. Один месяц можно даже прожить на ноль денег. Это так называемая разгрузочная диетическая терапия. Либо лечебное голодание. При котором условно бесплатный продукт питания — это вода. Употребляется в течение длительного промежутка времени. Но! Если вы думаете, что это способ, как прожить. Один день, неделю, месяц. Я бы сказал, как просуществовать. Один день, одну неделю или один месяц. Просто ваш организм на таком очень скромном питании будет тормозить обмен веществ. И ваша работоспособность будет также снижена. И чем интенсивнее вы будете работать на таком способе, тем больше ущерб для своего здоровья появится. А также, раньше вы вынуждены будете по медицинским показаниям закончить такой способ повышения работоспособности. Поэтому этот условно бесплатный способ я вам не советую. Но! Если вы все-таки на него решитесь. Ссылку на видео вы сейчас увидите. Такой способ можно использовать как бесплатную диагностику организма в домашних условиях. В зависимости от вашей генетики этот способ выявляет слабые места в вашем организме. И соответственно, где нужна вашему организму более серьезная помощь. Ссылку вы видите. Вы можете по ней перейти. И эту информацию для себя также получить. Безусловно, если вы хотите жить лучше и дольше. Вам нужно знать несколько больше, чем один кофейный тест, о котором я сегодня рассказал. А именно, что нельзя пить кофе, если у вас есть холодные кисти либо стопы. Возможно, вам нужно несколько больше. 43 кофейных теста, которые я опубликовал в книге. Почти все о кофе. Либо 68 кофейных тестах, которые я опубликовал в книге. Кофе, рейши, алоэ вера и ваше здоровье. Ну и про правильное питание. Чуть больше информации в книге секреты здоровья. Или что делать, если у вас есть печень и почки. Это два основных фильтра. А печень главная кормилица вашего организма. Больше знаете. Лучше спите. Потому что вы знаете, как обеспечить свой организм в любое время дня. Особенно в ночное время. Самое опасное, когда вы спите. А ваш организм работает так, как вы его обеспечили в ночное время. Надеюсь, что вы больше знаете о правильном питании. Мои видео на моем канале есть. Кулинарный канал Диетолог Аскачко. Работает круглые сутки. Смотрите. Получайте информацию. Ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Думаю, что есть такие в вашем окружении. Кто хочет интенсивно работать. Вопрос. Какой ценой? Цена может быть слишком большой. Если вы не знаете, как прожить один час. Как прожить один день. Одну неделю. Как прожить один месяц. Иными словами. Правильное питание вашему организму вы еще полностью не обеспечили. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram.